Почему растут цены в магазинах? На это влияют не только масштабные экономические процессы, но и вполне бытовые. Владельцам некоторых торговых площадей в жилых домах начисляют плату за отопление в несколько раз больше, чем показывают счетчики. Откуда такие расчеты? В теме разбиралась Елена Шарыгина. За что? За какие такие гикокалории, которые я не получаю? За что я должна это все заплатить? Такие вопросы у предпринимателя Валентины Малковой возникают каждый раз, когда приходит свежая квитанция за отопление. Женщина владеет торговыми помещениями в жилом доме. Еще 20 лет назад она установила собственный тепловой узел со счетчиками. И все это время платила по фактическому потреблению ресурса. А с 2018 года в платежках сумма резко увеличилась в несколько раз. В качестве примера бизнес-леди привела аквитанцию за февраль этого года. По ее расчетам и по показаниям счетчика сумма платежа составила бы примерно 45 тысяч рублей. А в платежке от ресурсников написано – к оплате 111 тысяч рублей. Если в доме нет общедомового счетчика, вот это наш вариант, в этом случае считается тепловая энергия. Таким образом берется тепловой счетчик индивидуальный, то есть мой, дальше и плюс ОДН. По формуле, там написаны формулы, для нас подходит формула 2-3. Вот по этой формуле, таким образом мы высчитываем и я оплачиваю. Если говорить простыми словами, в доме два теплоузла. Для жилых помещений свой, для торговых свой. Тюрист Андрей Воробьев объяснил, начисление в таком случае должно быть строго по разным приборам учета. Владелец нежилых помещений не должен платить за тепло в квартирах жильцов дома. Нельзя складывать черное с соленым и говорить о том, что ваша частная собственность является частью общей собственности. Теплоснабжающая организация изобрела свою формулу, которую нет нигде, и начисляет в несколько раз больше за тепло. И, соответственно, это просто приведет к тому, что предприниматели будут просто закрываться, если такая была практика массовой. С 2018 года Андрей Воробьев и Валентина Малкова пытаются разобраться, почему начисления разнятся с показаниями счетчиков. Позади несколько судебных разбирательств. И всегда судьи принимали сторону предпринимательницы. Но ресурсники настаивают на своем. По их данным, плата за отопление начисляется на весь дом в целом. Оба узла учета в совокупности и являются общедомовым прибором учета многоквартирного дома. И считают весь объем тепловой энергии, поставляемой в данный дом. Начисление по теплоэнергии в данном доме производится согласно утвержденным тарифам по объемам потребления теплоэнергии на основании показаний ОДПУ. Квитанцию за отопление в сентябре Валентина Малкова получила еще до начала отопительного сезона. И сумма в очередной раз порадовала в кавычках 70 тысяч рублей. По словам женщины, собственники других нежилых помещений в жилых домах тоже сталкиваются с кругленькими суммами в квитанциях. И это в конечном итоге влияет на цену товаров на полках магазинов. Елена Шарыгина, Никита Луковников, Бюро новостей Давича.